Компания Opel представила обновленный компактный Crossland, который существенно изменился внешне, а также получил некоторые технические усовершенствования. Продажи автомобилей стартуют в 2021 году, в том числе в России. Об этом сообщает пресс-служба немецкого бренда. Opel Crossland стал похож на кроссовер Mokko нового поколения, который дебютировал в сентябре. Crossland стал второй моделью немецкой марки, выполненной в соответствии с новым фирменным стилем Opel Visor, отличительной чертой которого стала узкая светодиодная передняя оптика, визуально объединенная с радиаторной решеткой. Кроме того, теперь у Crossland появилась новая версия под названием GS Line Plus, с двухцветным кузовом, легкосплавными 17-дюймовыми колесами, светодиодной оптикой и спортивным оформлением салона. Что касается технической части, то Opel получил модернизированные шасси с новыми пружинами и амортизаторами в передней подвеске, а также перенастроенную систему рулевого управления. Линейка двигателей осталась прежней. Opel Crossland предложат с одного, двухлитровым трехцилиндровым атмосферным мотором мощностью 82 силы, а также с двумя турбомоторами такого же объема, выдающими 108 и 130 лошадиных сил. Трансмиссии, шестиступенчатая, механика, или автомат такого же диапазона. В список доступного оснащения входит проекционный дисплей, камера заднего вида с углом обзора 180 градусов, система автоматического экстренного торможения с возможностью распознавания пешеходов и система контроля усталости водителя. На данный момент марка Opel представлена в России всего двумя моделями – микроавтобусом Zafira Life от 2 649 900 рублей и кроссовером Grandland X от 1 999 900 рублей.